Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы обсудим новости от Blizzard с BlizzCon, включая анонс обновлённый Diablo 2, проанализируем трейлер свежего фильма по Mortal Kombat, а затем забуримся в скандал с Google, их играми и облачной платформой. Попробуем разобраться, что вообще происходит, почему IT-гигант вдруг решил заморозить своё игровое направление, и как на это повлияли другие игровые и не очень игровые компании. Заваривайте чай-кофе и погнали смотреть что да как! Первым делом давайте разберём, что показали на BlizzCon. Буквально несколько дней назад на канале выходил ролик про Diablo 4, кучу деталей можно узнать оттуда. А на мероприятии анонсировали для Diablo 4 новый класс, Разбойницу. В трейлере есть и синематика, и показана нарезка геймплея, так что можно посмотреть и схему передвижения, и использование некоторых обилок. Напомню, что Рога была в первой Diablo, так что вот если скучали, вот в D4 она будет со старта. По геймплею Разбойница это такая смесь из оригинальной Роги, Демон Хантера из Diablo 3 и Ассасина из второй части. Она может совершать броски, использовать яды, проводить комбо и уходить в тень, становясь неуязвимой для атак. К сожалению, даже примерную дату выхода Diablo 4 нам не назвали, так что, как и предполагалось, вряд ли стоит ждать релиза в этом году. Скорее всего D4 появится только в 22-м, и хорошо, если не в 23-м. Так что переходим к более актуальной новости для всех поклонников серии. Утечка про обновленную Diablo 2 полностью подтвердилась. Diablo 2 Resurrected выходит уже в этом году, точной даты пока нет, но ее назовут чуть позднее. Что надо знать про ремастер? Это полноценная Diablo 2 без каких-либо серьезных переработок в игровых механиках. Обновили графику, теперь игра поддерживает разрешение до 4К и 60 FPS. Добавили динамическое освещение, модели персонажей сделали полигональными, внутриигровые синематики тоже подогнали под современные стандарты, увеличили размер тайника, ну и Lord of Destruction идет в наборе. Дополнительно сообщили, что вот всякие мелкие баги, которые были в оригинале и к которым игроки давно привыкли, тоже бережно перенесены в ремастер. Ну и отдельное мерси за то, что игра не будет требовать постоянного подключения к сети, в общем, все такое, аутентичненькое. И еще, кстати, графику одним нажатием кнопки можно будет откатить к версии оригинальной D2. И в этом году на ПК пройдет еще техническая бета, на нее уже можно подать заявку на сайте. Что тут можно сказать? Мне все понравилось, геймплей напеределывать ничего не стали, при этом внешне игра выглядит не стыдно для современных игроков, которые не играли в D2 в момент ее выхода. Ну как бы 20 лет уже прошло. Выйдет все на консолях прошлого и нового поколения, включая Nintendo Switch. Ну и, естественно, на ПК. Ценник для ремастера такой немаленький, в батлунете ее уже можно предзаказать за 1999 рублей. И еще для фанатов старых игр Близзова анонсировали Blizzard Arcade Collection. Точнее, даже не анонсировали, а выпустили прямо в момент Близзкона. Там Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing и Blackthorn. Игры легендарные. Для тех, кто в молодости или детстве в них не играл, наверное, конечно, так себе история. Но вот для тех, кто хочет вспомнить былое, вполне себе сгодится. Отдельно этот набор не продается, но входит в три комплекта с разными бонусами для других игр компаний. То есть можно купить там минимальный комплект за 999 рублей и автоматом получить Arcade Collection. В общем, Близзы используют эту штуку для рекламы других, как бы, своих игр, для кросс-прома, ну и в целом для пиара. Дальше. По Вовке подтвердились все утечки, которые случились за несколько дней до Близзкона. Анонсировали контентное обновление Chains of Domination для World of Warcraft Shadowlands. На сервера WoW Classic в этом году еще накатит The Burning Crusade. Ну и для Hearthstone анонсировали свежие дополнения и новый режим с элементами roguelike. И на самом деле из основного это все. Вот если бы не анонс обновленный Diablo 2, Близзкон можно было бы назвать таким, очень-очень проходным. Даже по D4 показали меньше, чем многие ожидали. Но D2, конечно, все искупает. А сейчас небольшая рекламная интеграция с возможностью заполучить игровые призы. В фокусе внимания у нас сегодня кухня на районе. Это московский сервис доставки свежеприготовленной еды за полчаса. Меню у ребят обновляется каждую неделю. Доставка бесплатная, плюс нет ограничения на сумму заказа. В прошлом году я у них несколько раз делал заказы. Вполне себе вкусная еда. Я, конечно, тот еще гурман, но мне понравилось. Так что, во-первых, вполне рекомендую. Едальня не стыдная. И, во-вторых, сейчас у них проходит акция в честь 35-летия Марио. С 22 по 27 февраля в мобильном приложении Кухни на районе будет представлено грибное меню из шести блюд. Если заказать любые три блюда из этого перечня, то вы автоматом поучаствуете в розыгрыше призов. Там три неоновые Nintendo Switch, несколько игр, Super Mario 3D All-Star, Super Mario Odyssey, Paper Mario The Original King, Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe, и плюс еще алюминиевый чехол, хори в стиле Марио, тоже для свеча. Блюда, если что, можно заказывать в любые дни проведения акции, не обязательно все три раза. В приложении есть специальный бар, показывающий сколько всякого грибного вы уже заказали. Как только наберется три штуки, вы автоматом становитесь участником розыгрыша призов. Следить за результатами можно на лендинге, ссылочка в описании. Ссылочка на приложение Кухни на районе тоже в описании. Плюс, если вы у них еще ничего и никогда не заказывали, то по промокоду Макаренков получите 300 рублей на счет. Ими можно оплатить до половины стоимости любого заказа. Еще раз, все ссылочки в описании и конец рекламной интеграции. А теперь давайте кратко обсудим свежий трейлер очередной экранизации Mortal Kombat. Надеюсь, все его уже посмотрели. Суммирую. Главный герой у нас Коу Янг. Он родился с меткой смертельной битвы, а его главный противник по сюжету это Саб-Зиро. И, собственно, из трейлера и из предыдущих сливов уже ясно, какие еще персонажи точно засветятся в кино. Там Соня, Джакс, Мелина, Скорпион, Шан Цунг, Шао Кан, Рейден, Кейно, Лю Кан, Кун Лао, еще показали Рептилию, Смоука и Гора. В целом, все очень динамично в трейлере. Ключевое, что видно, драки поставлены не колхозно. Местами, конечно, заметно, что эффекты немножечко бюджетные, причем не все. Но это как бы уже придирки. Даже в трейлере видно, что авторы придумали много интересных моментов для драк, которые хорошо запоминаются. Вот клинок из крови прям очень здорово смотрится. В общем, за постановку битв, похоже, можно не переживать. Но в трейлере очень мало внимания уделено сюжету, драматической составляющей и взаимодействию между персонажами. Вот с моей точки зрения, первая экранизация Мартача от Пола Андерсена была чудесна вот как раз тем, что там были очень хорошо прописаны герои и их отношения. Вот как будут обстоять дела с этим в новом фильме, ну пока вопрос. Очень бы не хотелось получить просто серию красивых драк, кое-как там связанных друг с другом. По отбору актеров с точки зрения образов мне тоже очень понравился. Там Сони и Кейна вообще шикарные. Воспринимать, конечно, вот на месте Рейдена, не Кристофа Ламбера, ну точнее Кристофера Ламберта, сложновато, но тут как бы ничего не поделаешь. В целом ждать осталось не так много. Фильм выходит в прокат в начале апреля и надеюсь, что до этого нам покажут еще хотя бы один трейлер, уже с акцентом именно на сюжеты диалоги. Хотя подозреваю, что они опять еще один с кучей драк выпустят. Ну и рассказывайте в комментариях, что думаете. Получим мы еще один хороший фильм по Мортачу или выйдет проходняк. Операция пока, конечно, можно только на трейлер интервью разработчиков, но это уже немало. А теперь давайте разберем скандал, разразившийся вокруг Google и их игровой разработки. Что, собственно, случилось? Google Stadia стартовала в ноябре 2019 года, то есть совсем недавно, прошло меньше полутора лет. Для больших площадок, которые находятся под крылом крупных компаний, это, можно сказать, вообще просто разогрев. Изучение новых ниш, оценка эффективности маркетинга, сбор статистики для дальнейших планов, особенно в вопросе облачных технологий. В этом бизнесе маленькие компании есть давно, но выживают они на локальных рынках только за счет очень широкого спектра услуг. Поэтому этим вот относительно небольшим пока игровым рынком правят гиганты. Обычно вот когда людей спрашиваешь, какие облачные сервисы вы знаете, отвечают там про GeForce Now, про Google Stadia, по xCloud, про PS Now, ну и кто-то еще там вспомнит про облако TA и разработки Амазона. На деле же даже в России их куда больше. Есть Сберплей от Сбербанка, есть Лаудплей от Мегафона, есть Билайн Гейминг на мощностях GeForce Now. Есть GFN, который как бы по сути GeForce Now, но на деле самостоятельное предприятие. У Meru есть MyGameCloud, в котором использованы технологии другого российского облачного проекта PlayKey. В общем, в какую крупную компанию ни плюнь, везде найдешь игровое облако. А вот маленьких и при этом чисто игровых сервисов в мире намного меньше. Обычно облака делают для удаленной работы, чтобы, скажем, там видеомонтажер, у которого не хватает денег на супермощный компьютер, мог сделать все в облаке, отрендерить работу и там не за 5 часов это сделать, а, например, за 15 минут. И выгрузить уже готовый результат себе на компьютер. В Европе и Штатах таких стартапов десятки, и каждый год появляются новые, но вот самые долгоживущие это все равно те, кто вот каким-то боком завязан на крупные корпорации. Там Дрова, Вортекс, Парсек, но даже там обычно есть какие-то связи с Амазоном и другими гигантами рынка. Но, конечно, не везде. И вот Google, мегалодон IT-рынка, запускает свою облачную площадку, собирает несколько собственных внутренних студий для разработки эксклюзивных игр, уже в 2020 году приглашает руководить одной из них Шеннон Статстилл, это бывшая глава Санта-Моника Студио, которая принимала участие в разработке God of War. Да еще не просто ее приглашает, а по сути хантит ее у Sony, так что саням приходится срочно искать нового руководителя. И вдруг в начале этого года все игровые студии Google накрываются медным тазом, да еще и со скандалом. Там 27 января Фил Харрисон, это вице-президент как раз Google Stadia, рассылает подчиненным письмо, где хвалит их, говорит о том, что у компании большие планы на разработку, и скоро руководство поделится стратегией на 2021 год. А буквально через несколько недель Google объявляет о закрытии всего направления по разработке игр. Причем сами разработчики узнают об этом из официального заявления компании, которое она выкатила вообще на всех. Многие были просто в шоке и не понимали, что происходит. Буквально несколько недель назад им говорили, что все замечательно, и бабах. Ну и потом руководство устроило онлайн-встречу, где просто подтвердило девелоперам, что да, их направления прикрывают. Но многим помогут устроиться внутри Google на другие направления. И уже затем начали всплывать новости, что даже вот с этим есть серьезные проблемы, потому что разработка игр внезапно оказалась очень специфическим направлением. И перекинуть какого-нибудь игрового художника или моделера на разработку программного обеспечения, вот просто так невозможно. Вопрос до сих пор решают, но похоже, что многие просто уйдут из компании, не проработав в ней по сути и года. Причем там много действительно хороших специалистов, без работы они, конечно, не останутся, некоторых уже приглашают в другие компании, но ситуация все равно такая неприятная. А Google меж тем рассказывает, что все идет по плану, просто вот теперь развитие Stadia будет идти по направлению сотрудничества со сторонними студиями. А причина закрытия игрового направления — это ситуация в мире и внезапно покупка Microsoft Bethesda. Возникает логичный вопрос, а что, собственно, происходит, и при чем здесь вообще Microsoft, ZeniMax и Bethesda? Давайте разберем возможные версии того, что случилось, а если у вас будут свои, то озвучивайте в комментариях. Вариант номер один. У Google действительно все плохо с финансами. Разумеется, вот не в целом, а с выделенными на конкретное игровое направление. Запланировали одно, подбили бюджет, в процессе разработки поняли, что надо вливать больше денег, но выбить новый бюджет не получилось. Руководство посмотрело на то, что отдел требует больше денег, а выхлопа пока нет. Путинльская база Stadia растет плохо, и решили все это дело прикрыть, пока оно не начало жрать еще больше денег. Возможно такое. Теоретически, да практически, маловероятно, потому что глобальное планирование в Google идет на годы вперед, и разброс трат на какое-то направление, которое до этого было громко анонсировано, тоже обычно достаточно большой. Тем более, что никаких инсайдов о том, что там требовалось сильное расширение уже существующих команд, как бы не было. Люди как раз наоборот говорили, что все работы шли по плану, вроде бы укладывались заявленные сроки, и все было хорошо, и сильно расширять какую-то из команд не требовалось. Второй вариант. Шальное решение кого-то из руководителей. В крупных компаниях с направлениями, не связанными вот с основной деятельностью компании, такое, увы, случается. Вот кто-то просто решил, а нафига нам эти игры, если проще просто издавать чужое? Звучит это дико, но повторюсь, даже вот в таких крупных компаниях судьба подразделений иногда решается очень небольшой группой людей, которые зачастую вообще ничего не понимают в конкретной области. Например, там не будет Фила Спенсера и нескольких его подчиненных, возможно, сейчас у Microsoft вообще не было бы никакого игрового направления. Про это прямо в открытую говорят бывшие сотрудники компании. То есть там Фил с товарищей вытянул это все на своем собственном энтузиазме. Так что тоже вариант вполне себе возможный. Третий вариант. Google увидели, что вот кто-то, кто в играх разбирается неплохо, действует по другой схеме. А может быть, еще и углядели, что вот кто-то неопытный в игровой разработке, как сами Google, действует по схеме, похожей на схему Google, которую они до этого приняли. Возможен такой вариант? Внезапно, да. Вот кто успешный, действует иначе. Как раз Microsoft. Они купили за NEMAX конгломерат больших и опытных студий с ворохом громких франшиз. Причем за небольшие по меркам Google деньги. Там около 7,5 миллиарда. Google могли сравнить, сколько вот они планировали потратить на несколько лет вперед на свои внутренние игровые студии, а осознали, что на эти деньги сами могли бы купить беседку и поняли, что, кажется, распланировали траты не лучшим образом. А вот кто мог быть отрицательным примером, кто действовал похоже на Google, но начал делать это раньше и уже понятно, что получилось плохо. А это внезапно Amazon. Вот как раз в начале года начала активно всплывать информация, что там с внутренними студиями полный бардак, игры не взлетают, приходится даже закрывать проекты, на которые возлагали большие надежды. И дело вовсе не в том, что разработчики там какие-то плохие, спецов там как раз хватает. А просто компания не смогла грамотно организовать их работу, потому что вот с разработкой больших игр до этого они почти не сталкивались и просто не понимали, что для игровиков, оказывается, надо создавать какие-то особенные условия, иначе они тонут в бюрократии и ничего не могут сделать. Я, конечно, сильно утрирую, но вот эти вот два факта про Bethesda и Amazon как-то очень красиво складываются и четко предшествуют решению Google закрыть свои студии. Это не значит, что вот 100% так и было. Это лишь версия, которая просто выглядит логично. Наверняка есть другие факторы, про которые я просто не знаю и не учитываю. Но если неожиданно всплывет информация, что еще и ситуация с Амазоном как-то вот повлияла на решение Google, то у вас в голове уже будет готовый ответ, а что ж произошло? Ну и делитесь своими версиями в комментариях, я тоже могу еще несколько накидать, но они, как мне кажется, уже менее реалистичные. Ну и три варианта, это такое удобное число, с которым легко оперировать нашему мозгу. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях давайте сегодня обсудим три темы. Понравился ли вам анонс обновленный Diablo 2? Что думаете про трейлер Мартача? Ну и, как уже сказал, накидывайте версию о причинах, почему Google могла прикрыть свою игровую лавочку. Все комментарии я читаю и часто отвечаю. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, это очень помогает развитию канала. И до встречи в следующих роликах, которые уже скоро. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!